Анастасия Владимировна Ракова, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития, выступит по теме урбанистического форума. Добрый день, уважаемые представители прессы. В Москве в восьмой раз проходит урбанистический форум, но впервые в его состав включен как бы самостоятельный форум Urban Hills, где обсуждаются вопросы общественного здоровья, где эксперты из разных стран мира обсуждают, как увеличить продолжительность жизни, как сделать горожан более здоровыми, как во всей политике городского хозяйства внедрить принцип, по которому здоровье горожан – это первоочередное. Москва очень многое сделала для развития городской среды, и, конечно, это не может не отражаться на создании новых условий для улучшения здоровья горожан. Одни только меры по поводу развития общественного транспорта, по поводу того, чтобы этот транспорт был более экологичный, оказывают свое влияние на экологическую ситуацию и здоровье горожан. Много было сделано для создания городских пространств, которые создают новые условия для того, чтобы горожане занимались спортом. В то же время важно развивать инфраструктуру социальной сферы, инфраструктуру здравоохранения, и те города, которые вкладываются в здравоохранение, те города и мегаполисы являются наиболее успешными, потому что люди выбирают в те города, где им безопасно и комфортно жить. Вопрос нашего здоровья, здоровья наших детей, здоровья наших родителей для каждого из нас является принципиальным. Москва всегда много кладывала в развитие здравоохранения, и мы продолжим эту линию в будущем. У нас новая масштабная программа развития инфраструктуры здравоохранения. За ближайшие пять лет предполагается построить около миллиона квадратных метров новых медицинских корпусов. Уже в этом году заканчивается строительство много-многофункциональной больницы в коммунарке площадью 160 тысяч квадратных метров. Это первая больница, в которой будет одновременно и детское здравоохранение, и взрослое здравоохранение. Это больница с новым роддомом и с новым инфекционным корпусом. В этом году также заканчивается строительство нового перентально-кардиологического корпуса больницы Ворохового на 330-й, который тоже по-новому позволит нам организовать на более качественном уровне оказание и помощи новорожденным детям с различными патологиями. Быстрыми темпами идет строительство корпуса неонатального в больнице Виноградова. Более того, мы уже приступили, завершаем проектирование шести новых скоропомощных корпусов, которые принципиально по-новому позволят организовать оказание неотложной медицинской помощи в шести крупных многопрофильных больницах. Помимо этого, вы все знаете, что принято решение о строительстве двух новых инфекционных больниц, взросло-инфекционная больница и детская инфекционная больница площадью более 130 тысяч квадратных метров. Идет проектирование нового института Логинова, который позволит оказывать онкологическую помощь на самом современном уровне. И еще строительство много различных новых корпусов, которые, конечно же, позволят нам на новом уровне организовать оказание специализированной медицинской помощи. В то же время увеличение продолжительности жизни, в равном выявлении различных заболеваний по-прежнему первоочередную роль будет играть поликлиническое звено и расширению доступности оказания медицинской помощи на поликлиническом звене мы тоже достаточно активно занимаемся. Мы объявили, что с следующего года мы начинаем реализовать масштабную программу капитального ремонта 135 поликлиник и внедрение нового стандарта Московской поликлиники, предполагающей совершенно новые подходы к организации пространства внутри поликлиник, к логистике размещения помещения внутри поликлиник, к единому стандарту оснащения поликлиник всем необходимым оборудованием, начиная от самых простых аппаратов до самых сложных, так, чтобы в каком районе города Москвы ты не жил, у вас были равные возможности получения медицинской помощи. Помимо медицины большое внимание мы уделяем различным социальным институтам. После того, как в городе была создана шикарная инфраструктура, позволяющая заниматься спортом, вести активный образ жизни, больше времени проводить на улице. Мы запустили прекрасную программу «Московское долголетие», о которой всем вам известно, которая позволяет нашим московским пенсионерам после выхода на пенсии продолжать вести активный образ жизни и заниматься спортом. Конечно же, если бы у нас не было такой городской инфраструктуры, мы бы в такой кратчащий срок не могли бы развернуть эту программу. На сегодняшний только день в этой программе занимаются 160 тысяч московских пенсионеров, и такие активности они могут получить в 33 парках города Москвы, где они могут заниматься различными видами активности, начиная от физкультуры, заканчивая футболом, что весьма популярно среди наших пенсионеров. Мы в дальнейшем будем развивать все направления социальной инфраструктуры и совместно с моими коллегами искать, как различные направления развития тех или других отраслей могут улучшать здоровье горожан. Спасибо. 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 Спасибо.